Зе, вот они, Зе, в Тену, здесь, самый занятой музыкальный задрот интернета. Пришло время для обзора нового альбома Металлики, Hardwired, to self-destruct. Легенды трэш-металла Металлика вернулись с новым альбомом. Джеймс Хэтфилд и его банда разродились 7 минутами нового материала на стандартной версии. Это двойной диск, на котором присутствует достойное уважение тизер-треки. Такие песни, как Hardwired и Atlas Rise, но это, конечно, не песни уровня Ride the Lightning, но это лучший материал из того, что Металлика выпускала за эти годы. И это показатель того, что группа начинает возвращаться к тому, что делала их песни такими хорошими, к тому, что они потеряли в течение периода их прискорбного самопереоткрытия во времена Лот и Релот. Увидание привлекательности Металлики продолжилось на альбомах Saint Anger и Death Magnetic. На этих двух самых отвратно спродюсированных альбомов Металлики на сегодняшний день. Но Hardwired это определенно сдвиг в сторону улучшения. На него пишут довольно-таки позитивные рецензии, по крайней мере, позитивные для самой Металлики. Сейчас стало модно хейтить Металлику. Но я думаю, что этот альбом получит свои положительные рецензии, несмотря ни на что. Просто потому, что это не Лу-Лу, который, к сожалению, и весьма вероятно войдет в историю как самый ненавистный рок-альбом. И не из-за качества его содержания. Я думаю, что этот альбом за такое обычно не критикуют, по моему мнению. Лично мне нравятся некоторые моменты Лу-Лу, но это был проект, которому суждено было провалиться. Потому что, во-первых, самое последнее, что может хотеть фанат Металлики, это обличительные речи про секс и эзотерику от выгоревшего рок-поэта. И последнее, что хотят услышать поклонники Лу-Рида, это тот металл, который должен бомбить в салоне пикапа. Это два мира, которые не должны были сойтись. Но как-то так сошлись звезды, а все остальное стало историей. Итак, все, что нужно было сделать Металлике, это не появляться с очередным Лу-Лу. Но мне кажется, что они превзошли все эти ожидания. Итак, все, что нужно было сделать Металлике, это не появляться с очередным Лу-Лу, но мне кажется, что они превзошли все эти ожидания. Теперь это наборчики с песен, которые переносят нас в старые добрые времена. К сожалению, я не имею в виду 80-е добрые времена, но скорее ранние 90-е, как Металлика в эру черного альбома, он же Металлика. Очень крепкий альбом с коммерческим уклоном Группа снова преподносит нам тяжелые бомбезные риффы с грувом на средней скорости Они легко запоминаются, звучат подобно гимнам В текстах песен здесь проявляется некий цинизм, когда речь заходит о состоянии человечества Конечно же, Металлика говорит про войну на этом альбоме Говорит о склонности человека к насилию, власть и смерть В песне Confusion даже затрагивается посттравматический синдром И душевные раны, от которых страдают многие солдаты по возвращении домой В этой песне мне также понравилось эпичное гармоничное одолжение гитар Но это находится на втором диске Что же касается первого диска, начала этого альбома, оно очень сильное Еще раз, все эти тизеры, о которых я уже говорил Песня Move into the Flame это не такой уж и слабый высокооктановый момент Учитывая то, что это уже третий акт в карьере Металлики Хотя песня Dream No More звучит как некое прискорбное возвращение Ко временам альбома Load со всеми этими рифами, полными фанка и грува На которой ложится эта очень странная по своей гармонии вокальная партия Которую как будто вытащили из репертуара Alice in Chains Песня Hello on Fire достаточно неплохая композиция Мне нравится мелодия, мне нравится баллада в середине песни И особенно то, как она начинается И это мне напоминает о темных моментах Black Album, напоминает о том, на что я надеялся Но очень быстро песня превращается в очередные среднескоростные трэшевые рифы, которые постоянно встречаются на этом альбоме И вот в чем дело Во многом этот альбом воспринимается так же, как Black Album Все эти темные баллады с настроением, мелодии там просто прекрасны Все сделано в лучших традициях треков Металлики Но здесь, к сожалению, этого нет Но как было бы хорошо, если бы такое присутствовало? Это бы добавило разнообразие Разнообразие, которое вторая часть альбома не привносит в этот проект Конечно, Confusion великолепна А также невероятно взрывной заключительный трек Split Out The Bone Самый быстрый и напряженный момент на всем альбоме Но Man Unkind, Here Comes Revenge и Murder One Проваливаются в попытке стать более-менее значимыми песнями Особенно с такими текстами Вот месть, только для тебя Месть, которую не отменить Месть, она убивает меня Месть, отпусти меня И еще бешеные ставки Ставки высоки Все ставки Ставки до самой смерти И затем Am I Savage привносит все те же фанковые трешевые гитарные риффы с хорошим грувом Это то, что делало Металлику непереносимой с середины до конца 90-х Знаете, это приличный альбом от Металлики И снова, это лучший их материал за много лет Но, по моему мнению, это уж слишком раздутый альбом Многие из этих песен не должны быть здесь Потому что они либо какое-то дежавю связаны с их старым материалом Либо они воспринимаются просто как лишние треки на этом альбоме Если бы загрузка и перезагрузка были бы частью трилогии И если бы этот альбом был ее завершением, то его назвали бы перегрузка Однако, в общем, здесь есть моменты, за которые я могу хвалить этот альбом И это тот факт, что альбом воспринимается как возвращение Металлики к своей прежней форме Продакшн здесь достаточно хорош Исполнение песен на приличном уровне Есть яркие моменты в текстах То там, то здесь кажется, что Металлика стремится сделать свои песни более динамичными При помощи наслоения гитар, вокала Дабы сделать композиции более мелодичными и гармоничными Хотя они делают это не так часто И кажется, что они экспериментируют, изменяют свое звучание Делают нечто другое, нечто волнующее Во многом это такой картошечно-мясной, простой добротный альбом Металлики И может, это и не звучит возбуждающе Но, по крайней мере, приятно осознавать, что Металлика делает то, что у нее получается лучше всего после стольких лет Я оставлю этому альбому крепкую шестерочку из десяти Перевел Григорий Зыков, зачитал Виталий Маслов Сообщество The Dreamers Love The Day Субтитры создавал DimaTorzok